Всем привет, ребята, с вами Гуф-Гуф, и сейчас, ребят, в этом ролике я с вами поиграю в Биз Варм Симулятор и расскажу вам то, что вы очень часто спрашиваете. Вдруг, если вы это знаете и сейчас решили написать в комментариях, Гуф-Гуф, зачем ты нам это говоришь, это же дураку, понятно? Ребят, лучше ничего не пишите, потому что есть те, кто этого не знает, и сейчас я им объясню, что это такое. Вы можете посмотреть, если вам нечего делать, а можете просто пропустить ролик. И давайте без этих вот плохих комментариев, окей? Ну, а пока, ребят, давайте я вам покажу, о чем спрашивают ребята. Так, ну, очень часто спрашивают, ребята, что это такое вот этот вот Хонни Сакл, только я его не вижу, где он находится вообще. Вот, вот эта вот штука. Ну и, конечно, помимо Хонни Сакла я расскажу, что это такое. Вир Ли Гик, как оно правильно читается, я вообще без понятия, ребят, потому что я с английским не очень. Ладно, вот этот вот Вир Ли Гик и Хонни Сакл, ребята, это штуки, которые вышли в бизнесе, и их сейчас формить. Пока что способов маловато, неизвестно, где их можно нормально формить, но есть пару способов, я которых узнал. Возможно, есть еще какие-то способы, если вдруг кто-то из вас знает, то, ребята, обязательно пишите. Ну, а пока, ребят, давайте я вам объясню. О, кстати, смотрите, у меня новая пчелка появилась. В общем, ребят, вот эти штуки, их можно формить очень легко с помощью грибов, очень легко с помощью плантеров. Плантеры это те горшки, которые вот с капустой, вот видите, у меня сейчас вот такой вот горшок стоит, заполняется. Вот, и, ребят, вы их можете с помощью этих штук формить. С мобов пока что я ни разу не встречал, возможно, они тоже с мобов выпадают. Знаю, что с мобов выпадают вот эти вот крылышки, это уж точно, я знаю, что они выпадают. Также эти крылышки можете формить с грибов, возможно, или нет. И еще вы можете формить с плантаторов, вот этих вот плантеров. С плантеров они точно выпадают. Теперь давайте, ребят, разберемся вообще, для чего нужны вот эти Хонни Саклы. Окей, первый способ, куда вообще можно их запихнуть, вот эти холли саклы, ребят, это крафт свечей, крафт воска точнее. Воск можно делать в блендере, и есть пару видов воска. Ну, конечно, в зависимости от уровня воска, там, ребята, зависит то количество... А, так нет, этот холли сакл используется только в одном виде воска, в софтваксе. И этот софтвакс, это как раз начало всех восков. Этот софтвакс нужен для того, чтобы скрафтить хардвакс, для того, чтобы скрафтить сварилдвакс, и еще, ребята, для того, чтобы скрафтить каустиквакс. Ну, конечно, каустиквакс тут не требует этих софтваксов, потому что он требует очень много этих вот хардваксов. Ну, в общем, без софтвакса, ребята, вы не сделаете остальных ваксов. В принципе, их можно достать другими способами Без помощи крафта, но это другая тема Пока, ребят, еще хочу сказать то, что Эти софтфаксы используются для крафта Самого крутого предмета Ну, не предмета, а Я даже не знаю, как это назвать Зелье в Висфарм симуляторе Вот этой вот штуки И, ребята Ну, она как бы Очень много требует вот этих хроных саклов Если честно, я даже не знаю, как вы их фармить будете Чтобы нафармить Вот хотя бы на один турпентайн Ну, возможно, Аннет в будущем добавит еще несколько способов Фарма вот этих вот хроных саклов Ну, а пока, ребят, давайте еще Посмотрим, а, точно, точно Для чего нужны вот эти вот Вирлигиг Вирлигиги, или как они там читаются, хрен пойми Они нужны для крафта Вот этих вот филдайсов Филдайсы вы теперь можете крафтить в любое время А, кстати, софтфаксы еще нужны для филдайсов Видите, тут нужны Тут нужны Ну, здесь нет, но все равно эти свечи крафтятся с софтфаксов В общем, софтфаксы Вот эти вот свечи Они очень имбовые И для них очень нужно много хроных саклов А хроных саклов, ребят, я уже сказал, где можно фармить Еще есть несколько способов Я сейчас вам расскажу, где можно еще их достать Окей, видите Вот эти вот крылышки Они нужны для того, чтобы скрафтить филдайсы Возможно, еще где-то они нужны Но я пока что не вижу Нет, больше нигде Только на обычный филдайс и только на вот этот вот смуздайс Окей, разобрались Теперь давайте разберемся вообще Для чего они нужны, кроме того, что с них можно скрафтить что-то еще Ну ладно, смотрим Вот этот вот верлигик Это, ребята, телепорт Он телепортирует вас всегда на ваш улей Ну, к вашему улей, точнее То есть вы используете в любое время этот вот верлигик И вас вместе с вашими пчелками Вам не надо будет ждать, пока ваши пчелки прилетят к вам Вы вместе с пчелками, ребята, просто вот так вот берете И бэмс, идете к телеп... Ну, к вашей базе Вот так вот, ребята, это все работает И, конечно, честно, ну, я даже не знаю Я вам пока что не советую тратить эти верлигики Чтобы просто вас тэпнуло на базу Накопите хотя бы 90 вот таких вот крылышек А уже, когда будет у вас больше 90 Можете, ребят, потихонечку их тратить Потому что у этих верлигиков есть предел Больше 100 вы не наберете Видите, тут все это отображается И, конечно, вы можете эту штуку переместить вот себе вот сюда И в любой момент нажать на эту клавишу и тэпнуться Можете это использовать штуку раз в 5 минут Ладно, эту штуку мы разобрали Теперь давайте мы посмотрим, что это такое HoneySuckle HoneySuckle, ребят, это такая штука, которая... Она автоматически используется, если вы ее включите Сейчас вы видите надпись OFF Это значит, что она отключена Вы можете нажать на этот цветочек И она будет включена Видите? Он пишет То есть, когда, ребят, у вас полностью будет забит рюкзак У вас будет полностью, вот, максимум забит То эта штука сама используется и расчистит ваш рюкзак Там будет очень мало расчищаться, ребят Я вам сразу говорю Просто я уже тестировал эту штуку Проверял, как она работает И, если честно, ну, это такой вот себе Маленький приятный бонус для фарма Он вам немножечко иногда будет помогать Потому что там чуть-чуть разчищает Но не так сильно, как бы вы хотели Ну, даже половину рюкзака не будет Вот могу сказать в процентах Там 2-3% расчищается То есть, если у вас рюкзак на миллион То вы расчистите с помощью этой штуки Ребята, аж 30 тысяч Из одного миллиона вы расчистите только 30 тысяч Ну, это мало, очень мало, серьезно Но оно используется очень часто И их достать не очень сложно И еще у них калдаун 30 секунд Я думаю, что за 30 секунд вы 30 тысяч этих Если у вас только миллион рюкзака Не забьете А если забьете, то пока вы добежите к улью Он опять расчистится Ну, короче, я пока что вам не советую эту штуку использовать Потому что от нее пока что пользы мало Просто копите их для крафтов ингредиентов Которые вам нужны будут в будущем Ну, а пока что вот как-то так Вот такой вот от меня совет Ну, и еще я вам обещал, что расскажу Где можно брать вот эти вот штуки Вот Вы можете, возможно, из этих носочков достать Эти хонисаклы Возможно, даже и верлигиги можете доставать Но вот еще вот эти вот хонисаклы И, возможно, даже верлигиги вы сможете покупать, ребята, в этой штуке Вот здесь я вижу, что 150 хонисаклов вы можете купить за 33 снежинки И 3 джинджербрэдки Вот сейчас прям я перед вами вот это вот покупаю И у меня уже 250 Видите 15 ойлов еще Вау Так это же вообще имба Просто на халяву Ребят Также, возможно, есть какой-то еще пак В котором вы можете купить эти штуки Но пока что я их не вижу Вот 50 джерри бинов 10 мэджик бинов Фестив бин За 2500 снежинок Снежинок Нужно очень много, ребята Чтобы вы нормально, ребята, забустились С помощью этого магазинчика Но это такое, ребят Если вы хотите, ребята, обзор на этот магазинчик И чтобы я вам дал совет, что лучше покупать А что лучше не надо покупать То, ребята, обязательно пишите об этом в комментариях Ну, а на этом я пока что буду с вами прощаться Вот такой вот ролик получился Надеюсь, что я вам помог Если помог, то, ребята, обязательно жмите лайк Если вам просто освежил память Тоже можете нажать лайк А если вы это все прекрасно знали И досмотрели до конца То вы вообще просто красавчик И вам респект его жуха Ну, а на этом я буду с вами прощаться С вами был Гув Гув Всем пока, ребята Всем бай-бай Субтитры сделал DimaTorzok